здравствуйте друзья мои на библейский портал экзегет поступил вопрос как молиться чтобы бог услышал для нас конечно это вопрос крайне важно особенно в сложных обстоятельствах и мы хотим чтобы господь нас услышал определенным образом то есть чтобы исполнил именно то что я хочу но самая важная молитва который нам господь и оставил говорит нам о том что мы должны обращаться с господу с просьбой да будет воля твоя потому что на самом деле всякие взрослые зрелый человек понимает со временем что иногда мы хотим чего-то себе не полезного или просто не знаем что нам нужно что нам полезно и поэтому чтобы вы не просили у господа примышлять что ли или на добавлять или исходить из позиции молитва очень наш да будет воля твоя все-таки стоит но есть одна молитва которая всегда всегда предусматривает ответ божий это благодарность когда вы благодарите вы обязательно получаете ответ просто его не нужно ждать в словесной форме и даже форме знака благодарная молитва это самый бескорыстный из молитв просто сказать спасибо господи за то что я еще не проснулся спасибо господи что у меня есть горячая вода что здоровы мои родители что здоровы мои дети что у нас слава богу пока мир и и мы можем спокойно ходить по улицам спасибо господи что я своими ножками могу ходить по 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 улицам но это молитва такое такая простая которая может обретать любую в словесную форму не обязательно в виде канонического текста это скорее ваше воздыхание перед господом ваше благодарное ваше благодарное ликование перед господом как апостол павел в послании кримин говорит мы молимся воздыханием неизреченными так вот очень важно чтобы это воздыхание было благодарным и вот на благодарность господь всегда каким-то образом отвечает причем отвечать не только на благодарную молитву непосредственно господу но и на любое ваше спасибо поэтому так важно говорить спасибо человеку который оказал вам самую маленькую услугу просто открыл дверь или может быть и помог сумками или поздравил с чем-то оказал самую малейшую услугу но и на нужно заметить этот труд который сделан ради вас обязательно заметьте даже если эта услуга была вам предоставлена от человека который профессионально скажем так обязан ее предоставлять ну подумаешь я же заплатил на кассе зачем мне говорит спасибо еще нет надо сказать спасибо всем говорит спасибо и удивительным образом даже это нас спасибо спаси господи который мы говорим приводит в сердце какой-то ответ от господа опять же говорю он он не словесный но что ты-то начинаешь лучше понимать что-то происходит те внутри потому что сама суть христианства это благодарность христианство это развернутая благодарность как моя жизнь моя моя биография как благодарность это собственно есть христианство одна старая матушка в нас монастыре говорила что если тебе за день сказали три раза спаси господи или спасибо эта молитва дошла до царицы небесной вы знаете в этом в этом очень много правды потому что не только спасибо которое я говорю доходит до господа и вызывает ответ но и спасибо которые сказали мне поэтому так важно воспользоваться возможностью кому-нибудь оказать услугу и так жадно хватаются некоторые люди очень чуткие духовной чутки жадно хватает за возможность кому-нибудь помочь оказать какую-то услугу не потому что чтобы вот обо мне может быть плохо подумают если я не навещу этого человека в больницу просто просто появилась возможность услышать еще одно спасибо конечно к этому не надо относиться как такой молитвенной бухгалтерии ни в коем случае но на самом деле в этом есть очень глубокий евангельский смысл именно евангельский потому что христианство это развернутая благодарность это благодарность которая пропитывает биографию каждого христианина внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео